Доброе утро, дорогие друзья. Непростой день, непростая начало нового месяца Сиван. Давайте сегодня попробуем поглубже. Жизнь вовсе не принадлежит человеку по праву. Ее дал нам Всевышний по своей милости. И никто не может сказать, что вот я решил, принял решение, родился. Поэтому вера еще одна благодарность Всевышнему за дарованную жизнь. Вера, она естественна для человека. Вера заложена в человеческую природу. Если кто-то не подкуплен своими личными пристрастиями, или желанием не видеть, то неизбежно будет верить. Человек видит устройство неба. Он видит устройство земли, солнца, луну, идеальную систему, работающую без боев. То же самое с чудесами человеческого организма, который устроен по принципу всей Вселенной. Возьмите мозг. Невозможно себе представить компьютер, который способен на такие вещи, которые Всевышний наделил человека. Когда человек видит такой удивительный мир, он размышляет, кто сотворил его. И понимает, что все не случайно. Но только если он размышляет, а если он принимает все как данность, не видит красоты и целесообразности окружающего мира, это и есть трагедия. Человек должен размышлять. Размышляя он придет к выводу, что есть мира хозяин, и от хозяина спросит каждого. И что нету, ниоткуда от него не спрячешься. Он знает мысли, поступки, даже скрытые в голове. Его как идеальное отношение к родителям. Любить и немножко бояться надо. К этому нужно еще знание. Потому что без знаний тоже сложное. Все в мире целесообразно. Например, давайте возьмем гром. Сказано в трактате Брахот. Для чего нужен гром? Для того, чтобы испрямлять искривление человеческих сердец. У нас у всех есть одна принципиальная проблема. Нам недостает вот этой вот маленькой кусочка боязни. Почему мы настолько обобщаем и говорим, что у всех эта проблема? Потому что говорит Гомера, все с небес, кроме боязни Творца. Человек рождается, вот ему заранее запрограммировано, будет он высокий, низкий, богатый, бедный, здоровый. Все, кроме боязни Творца. Вот боязнь Творца он своей должен разрабатывать сам. Боязнь Творца зависит от работы человека над собой. Даже самый большой праведник рождается с этим недостатком, и он его исправляет. Так вот написано, гром создан для того, чтобы помочь человеку восполнить недостаток боязни Творца. Он вот так его сделал. Вы видели, вот часто есть такие люди, боятся грома. Это внутренняя встроенная система. Безусловно, в наше время многие не очень боятся. Но в каждом поколении Всевышний помогает нам встряхнуться и посылает нам другие громы. Сегодня на земле Израиля есть свои громы, разрывы от падающих ракет. И у этих громах есть свой смысл, свое предназначение. Это совсем не то, чего добиваются враги Израиля. Враги Творца. Ведь у тех, кто посылает эти ракеты, нет никакой силы, если нет воли Творца. Написано, ни один лист не упадет. Ничего не случится с человеком. Тем важно задуматься, зачем это к нам приходит. Потому что у Бога, у хороших родителей уже не осталось аргументов. Он пытается нас разбудить самым тяжелым. В эти дни на Израиле находятся люди в опасности. Это обязывает всех, и нас в том числе, укрепить. Вот это искривление сердца, о котором мы говорили в начале. Есть, правда, еще одно искривление. Ощущение того, что мы живем под властью других сил. Мы думаем, что опасность исходит от Хамаса, там железный купол защитяет от бандитов. Тут там кто-то надеется на деньги, кто-то на знакомство. На самом деле все происходит только от Всевышнего. Разрывы ракет это те самые громы, которые должны побудить всех к исправлению. Искривленных свердец. Реальному исправлению нашего понимания, сути управления Всевышним этим миром. Это вот что сказал Хаем из Воложина. Что если все добру для нас, если мы исполняем его волю, вдумаемся в это, все для нас. Вот перед Шавотом читают главу Бемидбар, нашу главу. Почему? В этой главе есть важнейшее послание, направленное на указание о том, как мы должны, через какую призму смотреть в этот мир. О чем говорит Бемидбар? Сыны Израиля встали четырьмя лагерями возле переносного храма. Возникает вопрос. Тора очень сжато все излагает. Строгие законы Шаббата, два слова. Хотя за них нарушения там серьезнее. Что еще? Законы как шхиты, одним словом. А тут временная мера, переносной храм и целая глава. Значит здесь есть указания для каждого человека во все времена. Обычно люди себе представляют, что они живут своей жизнью, стремятся к своему удовольствию, здоровью, счастью, деньгам, статусу, хорошей семье. Ну а верующие, да, мы все-таки верим, дадим немножко Богу. Чуть-чуть помолимся, иногда шаббат, иногда праздник. Добавим еще урок по Торе, тогда мы праведниками. Таково было мнение прошлой эпохи. И мы некоторые к этому даже скромному результату не приблизились. Но нам сказала глава Бемидбар перед дарованием Тору, что храм должен стоять, и это основное, в центре нашей жизни. Не вообще, не между прочим, а в центре. Это говорит, каким должен быть мир человеком. Все должно строиться вокруг духовности. Вокруг духовности все есть мир. Не наоборот. Не духовности отдаем пять минут там за то, что он хороший. Послушали урок там какой-то и все. Нет, оно в центре. Прежде всего во внутреннем круге стоит духовность. Ведь во внешнем круге обычная жизнь. И вот нас спросят через 120 лет только об одном. Насколько вот эта духовность, насколько это храм действительно был ли в центре нашей жизни. Брахава Ацлаха, хорошей недели.